Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 4 минуты московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шаков, Лиза Калинина и наши гости. Да, друзья, с удовольствием, особенно девушкам, презентую нашего гостя сегодня. Международный эксперт по фейс-фитнесу, естественным способом сохранения молодости лица, автор методик «Умный фейс-фитнес» и «Айлав фейс-фитнес», учредитель Международной Академии фейс-фитнес, вообще все про фейс-фитнес. Алена Рассашинская на гостях. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Алена, ну, рассказывайте, то есть можно с помощью систематически грамотно выстроенных упражнений поддерживать молодость, быть красивой, свежей долгие-долгие годы, так ли это? Да, и не надо ничего колоть, отрезать, вырезать, и это можно делать и мужчинам, и женщинам. Так ли это? Абсолютно. Можно делать и мужчинам, и женщинам, и не только можно, но и нужно. И упражнение для лица и осознанное управление мимикой — это такая же гигиена, как сходить в душ, почистить зубы или помыть волосы. Это забота о своем здоровье, забота о своем внутреннем эмоциональном состоянии, потому что что такое наше лицо? Это мозги, вывернутые наизнанку. Это так, шутку я говорю обычно. Потому что все, что вы чувствуете, все, что происходит внутри вас, это все будет отражаться на вашем лице. Хотите вы этого или не хотите. То есть получается, фейс-фитнес, откуда это вообще пошло? Что это такое? Давайте сначала проведем такой ликбез для нашей аудитории, кто нас смотрит и слушает, видит, как вы прекрасно выглядите. Спасибо большое. Минимальный грим. Что это такое фейс-фитнес? Фейс-фитнес — это система специально подобранных, логически завязанных и физиологически обоснованных упражнений для мышц лица, шеи и осанки. Да. То есть осанка, ну, конечно, тоже влияет. Абсолютно. Потому что, ну, вообще влияют даже стопы. Как говорил один из моих учителей, ваше лицо начинается на вашей стопе. Это правда. И если у вас проблема с осанкой, то лицо всегда будет находиться под стрессом и под усиленным действием гравитации. Если у вас что-то не так с шеей, то, естественно, лицо будет тоже получать удар от этой структуры. А если у вас еще есть непорядок с внутренними состояниями, то все эти эмоции будут застывать на вашем лице, делая вас, ну, если порядок, то привлекательными, если непорядок, то не очень привлекательными. С чего начать, чтобы меняться к лучшему? С осознанности. Ну, не хочу сразу углубляться в философию. А почему нет? Давайте все. Потому что обычно... Это технология, да, мы любим. Да, обычно, обычно мне спрашивают, Алена, как убрать на загубке? Алена, как убрать морщину? Алена, как убрать там подбородок? Я говорю, начните с себя. Да, откуда у вас это... С головы. С головы. С головы и с мыслей. Откуда у вас морщина между бровями? Ну, наверное, из-за такой привычки хмурить брови, быть задумчивой или угрюмой. Или раздражительной, или еще какой-нибудь. Откуда у вас есть морщины на лбу? Да, вот эти морщины. Это может быть угрюмость тоже. А может быть, например, способность человека постоянно удивляться. А удивление — это что? Это познание мира. То есть это позитивные вещи. Есть негативные, есть позитивные. Условно я разделяю мимические мышцы на лице на две группы. Позитивные и негативные. В зависимости от эмоций, которые мы испытываем. Вот я, можно задам вам один вопрос? Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, когда вы испытываете любое негативное состояние, как вы себя чувствуете? Плохо. А что, как выглядит ваше лицо в этот момент? Хмуримся. Да. И опускаем губы, мне кажется. Да. Или сжимаем как-то. А когда вы чувствуете себя плохо, и происходят такие изменения на лице, вы себе нравитесь в этот момент? Мне кажется, ну не очень. Да. Роман, вы как? Я нет, я не нравлюсь. Когда мы чувствуем себя плохо, и у нас есть неприятное выражение лица, мы выглядим старшим сразу. Когда мы, например, испытываем любые позитивные эмоции. Ну, грубо говоря, давайте представим, что мы все влюбились. Ой, так хочется уже. Или пришла весна. Как люди весной начинают выглядеть? Свежо. Да. Да, что происходит? Люди начинают улыбаться. И глаза такие сразу открытые. И глаза влестят. Абсолютно верно. Потому что, когда мы испытываем любые позитивные эмоции, у нас повышается уровень гормонов радости. Эндорфинчик искачет. И мы начинаем не только хорошо себя чувствовать, но и прекрасно выглядеть. Так вот, умный фейс-фитнес, он основан на этих двух составляющих. Мы убираем негативные эмоции, вернее, их проявления на лице, а именно хмурые морщины, поджатые губы, опущенные уголки и так далее. Те движения, которые делают нас визуально старше на десяточку, так, на секунду. И наоборот, мы развиваем мышцы, которые ответственны за проявление позитивных эмоций. Мышцы улыбки, мышцы радости, мышцы смеха и другие разные структуры на лице, которые делают нас моложе визуально и, естественно, привлекательны. Потому что, если вы посмотрите на двух людей, например, представьте, вы спустились в метро. Я это называю. Вот этот самый крутой эксперимент — это метро. Какие люди в метро? Они борются за место, успеть бы в вагон зайти, все зажаты. Все спешат, все суетятся. И что с лицами? Они все одинаковые. Зажатые зубы, зажатые губы, нахмуренные, и пробиваем себе место, да? И точно так же выходят на свет. И, например, давайте представим какой-нибудь... Пляж. Пляж или концерт какого-нибудь юмориста, где все смеются. Те же самые люди будут выглядеть совершенно... По-другому. Это может быть один человек. В разных ситуациях он может выглядеть старше, отталкивающе или моложе и привлекательнее. То есть фейс-фитнес — это не просто упражнение гимнастика. То есть это еще такая психотерапия отчасти. В каком-то проявлении, да. Но мы не работаем с психикой на фейс-фитнесе. Понятно, то есть мы улучшаем свой настрой, состояние. А знаете, как это происходит? У нас в организме очень интересно есть реакция. Когда мы испытываем негативные эмоции, у нас будут определенные мышцы на лице напрягаться. Вот смотрите, например, что вы сейчас видите? У вас губы дрожат. И зажата челюсть. Да? Что вы испытываете, когда я так на вас смотрю? Мы волнуюсь. Переживаем за вас. Волнуюсь, да. Сейчас я меняюсь. Когда мы испытываем какие-либо эмоции, наши мышцы привыкают к одному положению. Как говорила Шанель, к 50 мы получаем лицо, которое заслужили. Если женщина в 50 не выглядит хорошо, значит, она просто... Не заслужила. Не заслужила. И когда мы специальным образом расслабляем мышцы депрессоры, у нас уходят внутренние переживания и эмоции. Потому что если мышца напряжена, выражающая депрессивное состояние, у нас мозг получает бесконечный сигнал зацикливания на плохом самочувствии. На плохом самочувствии, да. Если мы улыбаемся, даже натянутой резиновой улыбкой, мозг получает к сигналу, что не все так плохо. И, в принципе-то, проживем. Можно жить. У нас небольшая пауза, дорогие друзья. Нам надо осознать всю информацию, потренироваться. И мы к вам вернемся. Будьте со Страной ФМ. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. Дамы и господа, Алена Рассашинская во-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Эксперт по фейс-фитнесу. И мы сегодня рассуждаем, как же нам всем зрителям, слушателям, людям, которые в студии, стать моложе на десяточку. Алена, скажите, с чего начать? Где найти упражнения? Как понять, что мы правильно-неправильно их делаем? Какие подходят, не подходят? Как ощутить мышцы? Целая наука, да. На самом деле, самый эффективный способ – это прийти на живой тренинг. Я пропагандирую только живые тренинги, потому что только там вам могут выставить идеальную технику, вы себе не навредите и будете понимать, как это всё работает. Не все упражнения одинаково полезны. Вы можете ознакомительно, безусловно, начинать с любой из моих книг. У меня их шесть. Сейчас седьмая готовится к выпуску. Она как раз осознанной мимике посвящена. У меня очень много бесплатных видеоматериалов в YouTube, в том числе и записи моей первой программы на канале «Живи». Она до сих пор уйдёт в записи, хотя я уже очень-очень много лет. Бесплатные ролики вы можете смотреть на моей странице в Instagram. Но живое общение с тренером и обучение не заменит никто. Ни один онлайн-курс, марафон, книга, видео. Только руки и помощь тренера, который поможет вам сделать всё идеально верно и чтобы всё подходило идеально под вашим лицом. Но вы же ещё и остеопат, конечно. Я изучала остеопатию очень много лет. Я, правда, не практикую, но принципы остеопатии мне очень близки. Философия остеопатии мне очень близка. И я эту философию использую в упражнениях, конечно. То есть подход к философию и как это работает. А вот сейчас мы можем что-то показать людям? Какое-то есть универсальное, может быть, упражнение, которое подходит всем? Я могу показать любые упражнения, но единственное, я не знаю, как на том конце экрана люди это за мной повторят. Потому что их никто не контролирует. Я могу показать... Что же мне такого показать? Самое безопасное упражнение для расслабления жевательных мышц. Жевательные мышцы у нас находятся вот в этой области. Можете их потрогать. Если вы немножко прикусите зубки, вы почувствуете, как мышцы двигаются. Эта мышца уникальна. Во-первых, она относится уже к скелетным мышцам, а не к мимическим. Но тоже участвует в мимике. И вот у женщин, например, напряжение жевательной мышцы делает лицо грубым. Вот посмотрите. Выражение лица сразу меняется. Если эта мышца находится в напряжении, то тут и зубки страдают, и овал лица начинает отвисать. Я даю и очень рекомендую всем одно простое упражнение делать с утра. Открывать, закрывать рот 10 раз очень мягко, широко не открывая рот. Просто прямо. Беззвучно, да? Беззвучно. Прямо. И очень важно не открывать рот до конца, чтобы не спровоцировать чрезмерную работу в височных челюстных суставах. И вот что с утра можно заметить? Вы утром, когда будете открывать, закрывать рот, чаще всего заметите, что вам это движение дается как бы не так просто, как в течение дня. Это говорит о том, что ночью происходило напряжение. Сжатие такое. И помните, напряженная жевательная мышца ведет к чему? К отвисанию овала лица, к брылькам и прочим неприятностям. Расслабляйте жевательные мышцы, будет вам счастье. Смотрите, вы, вот не эфир, я тоже просто хочу рассказать нашей аудитории, говорили о том, что некоторые упражнения совсем не полезны, если там неправильно их выполнять. То есть вот так огульно, просто смотря в интернете, все повторять с рьяной такой ответственностью ни к чему. Да, абсолютно верно. Я за профессионализм. В упражнениях для лица есть тоже профессионалы, которые этим занимаются и которые знают, как это все работает. Например, это же упражнение, которое я только что продемонстрировала. Если сделать, если выдвинуть челюсть вперед ковшом, и такое упражнение часто можно увидеть на просторах интернета, если его долговременно выполнять, в дальнейшем вы заработаете проблемы с височно-челюстными суставами. Никому это не надо. Если делать упражнение, и во время него образуются тяжи-плотизмы, это ужасные такие веревки на шее, уже так спокойным языком, не медицинским буду говорить, не терминологическим, то эти тяжи потом, они делают кожу шеей индюшачей, старческой, и засунуть их потом назад практически невозможно. То есть вы останетесь с такой шеей, если неправильно выполняете упражнение. Делайте их спокойно, правильно, читайте, думайте. И, кстати, еще одно легкое упражнение хочу показать, которое точно никому не повредит. Это расслабление межбровки. Вот у кого межбровные морщины, могут делать такое упражнение, мягко разглаживая. А если разглаживать приходится очень много, то есть масштабное поле для деятельности. Я предлагаю кого-то к этой задаче привлечь, пусть разглаживает. Вот, собственно, у меня здесь, конечно, удобно, когда пот не скатывается до бровей, он не теряется. Вот, кстати, давайте для вашего лба сделаем замечательное упражнение, которое называется энергетический ботокс. Ой, давайте, давайте. Давайте мы его почувствуем все вместе. Поставьте руки на лоб. К сожалению, у нас нет зеркал. Вот если бы у нас были зеркала... Мы можем подготовиться к следующему выходу. Да, давайте мы сделаем прям занятие. Потому что вот еще такой важный момент. Упражнение для лица нужно выполнять только перед зеркалом. Это максимально даст вам хороший, качественный результат. Ну ладно, давайте попробуем. У нас есть планшеты, фронтальную камеру. Как вариант. Итак, положите руки на лоб. Теперь очень осторожно кожу лба потяните вниз, ну, 1-2 миллиметра чуть-чуть. Это слишком. Вот так, достаточно. И немножко потяните в сторону. А теперь попытайтесь расслабить плечи и шею, чтобы затылок не напрягался. Есть такое? Да, да. А теперь постарайтесь сделать вот такое движение бровями, но через сопротивление рук. То есть вы пытаетесь свои брови поднять, но руками оказываете сопротивление. Чувствуете, как мышцы работают? И теперь постарайтесь еще одновременно расслабить плечи и шею. Так, давайте-ка сделаем раз 20, и потом почувствуем какой-то эффект. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, восемь. Кто к нам присоединился в радиоэфире, я советую вам посмотреть все-таки нас. Мы делаем фейс-фитнес, поднимаем брови. Тут так голосом меня пишешь, если не видишь. Мы сейчас избавляемся от морщин на лбу. Качаем брови, да. Так, а теперь, пожалуйста, поднимите брови и задержитесь. Вот слово «качаем» к мышцам лица, ну, как бы не совсем применимо, потому что их накачать в принципе невозможно. Если тело у женщины накачать-то это очень сложно и требует огромных физических усилий, то на лице... Но вот морщин лишних наделать на лице элементарно, неправильно выполненным упражнением. Сейчас вы чувствуете, скорее всего, не менее. Да, и усталость уже заканчиваем. И усталость, шейку расслабляем. А может быть даже такое, как мурашки по лбу бегают. Есть такое? Да, и напряжение в шее. Хорошо. Напряжение в шее, кстати, это ошибка, потому что ее надо расслаблять. У нас должен работать только лоб. Теперь попробуйте сделать тест, попробуйте поморщить с улоб, что вы ощущаете. Трудно поморщить. То есть вы чувствуете некий блок, да? Да, да, да. Или нежелание? Чувствуем. А у вас, кстати, разгладилась глубина морщин стала менее выраженной. Я руками вдавил обратно. Вдавил? Алена, у меня сразу вопрос такой. Ну, отчасти профессиональный. Вот когда мы, допустим, занимаемся техникой речи или актеры занимаются техникой речи, там как раз есть такие упражнения, которые вы сейчас назвали, ну, неполезными. Выдвигается челюсть. То есть, в принципе, здесь вот эти занятия, они могут быть как полезны, так и очень даже вредны. На самом деле, чтобы оценить упражнение, мне должна видеть, как его выполняют. В технике речи есть, это для подготовленных людей. Вы знаете, что те, кто занимается техникой речи, я сама и занималась, и вокальными упражнениями, и риторикой, и так далее, много чего знаю. Там просто тоже освобождение челюсти. Освобождение челюсти является одним из основных для чего? Для открытия голоса. Да, да. Для того, чтобы голос хорошо звучал. И у таких людей жевательные мышцы подготовлены. Но всё равно выдвижение сустава вперёд – это нефункционально. Если вы посмотрите анатомическую картинку после эфира, просто это продемонстрирую наглядно, вы поймёте, почему я так говорю. Но опять же, есть люди подготовленные, у которых мышцы растянутые, хорошие, хорошо контролируются. А есть люди-новичок, который никогда этого не делал, и он может себе… Вы уже сказали о том, что будет сегодня какая-то битва между косметологом и вами. Батл. Батл, да, профессиональный. Вообще, в принципе, вы, ну не то, что против, но как бы вы говорите о том, что ваши методики, вот эти экспресс-курсы, они достаточны для того, чтобы быть красивым и не нужны никакие ни инъекции, ни ножи, ни операции. Абсолютно, абсолютно. Я потом продемонстрирую вам огромное количество, у нас тысячи фотографий до и после, которые ученики наши публикуют, и видно, какие изменения происходят на их лицах. По поводу совмещения фейс-фитнеса и косметологии, это будет извечный вопрос. У каждого человека есть выбор, и каждый человек имеет право делать своим лицом всё, что хочешь. Всё, что ему вздумается, он имеет право делать. Рисовать брови, делать губы, отрезать какие-то части от себя. Или делать упражнения. Я предположу, что фейс-фитнес всё-таки будет чуть-чуть дешевле, чем вот это. Ну да. И безопаснее. Там, в принципе, разовая инвестиция только. Разовая инвестиция. Научился и делаешь всё. У нас пауза небольшая сейчас, мы скоро вернёмся, друзья, будет интересно. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дамы и господа, любители эстетики, любители красивых улыбок, всё это здесь, на телерадиоканале Страна.ФМ, сегодня в программе «Наука и технологии». Алёна Рассашинская, эксперт по фейс-фитнесу, у нас сегодня в гостях, и мы много чего интересного узнаём. Да, мы остановились на том, что косметология и фейс-фитнес, в принципе, могут взаимодействовать, если это какой-то уход, и мы занимаемся гимнастикой для лица. Но Алёна явно за естественный путь старения, скажем так, ничего мы не отрезаем, никаких операций не делаем. И, насколько мне известно, у вас есть и возрастные участницы, ваши клиенты, подопечные, у которых есть видимый результат. Конечно, результат от правильно выполненных упражнений есть у всех. Вот просто у всех без исключения. Именно поэтому мы всегда на наших тренингах делаем фотографии до начала занятия и сразу после тренинга. А потом, когда человек начинает тренироваться, примерно 3-4 недели, и результаты есть у всех. А сколько длится, то есть, вот эта ежедневная практика? Сколько вообще занимает времени? Смотрите, у меня несколько направлений умного фейс-фитнеса сейчас существует. Сам базовый фейс-фитнес, то есть базовая тренировка, включая упражнения на шею, осанку и все зоны лица, она занимает, ну, если делать медленно, полчасика. Если сделать быстренько одно лицо, 10-15 минут. У меня есть прекрасная технология вакуумная гимнастика банками. Я тоже их почему-то не взяла, но в следующий раз вам обязательно покажу этот инструмент, который я без него жить не могу. Я очень много путешествую, я раз в неделю где-то в полетах, в командировках. И я этими банками просто привожу свое лицо в чувство. Опять же, банки банкам рознь. И вакуумную гимнастику банками надо уметь еще делать, потому что если пересосешь банку, оторвешь себе пол лица, поставишь синяков, ничего хорошего из этого не будет. Но грамотный, мягкий, деликатный вакуум, мало того, он вас от купероза будет избавлять, потому что это тренировка капилляров. Он будет давать вам мгновенный лифтинг. Вот я вам показывала фотографию, да, одна половина сделана, да, одна половина не сделана. Спасибо за купероз, слово у меня теперь новое есть в арсенале. Вот у меня купероз. Да, я расскажу, что это. Правильная гимнастика банками, я сама излечилась от этой напасти, как сосудистые звездочки на лице, и это круто. Потом есть еще мой новый мастер-класс, который будет проведен, я вспоминаю технику речи, как правильно проговаривать слова, проведен 9 сентября в Москве. Это умный фейс-фитнес-массаж, который занимает вообще очень мало времени, буквально 5 минут, и соединяет и упражнения для лица, и... О, это мы любим. ...самомассаж, да еще и масочку, даже 3 в 1, потому что еще и подпитаешь себе кожу, и это очень круто действует. То есть у нас есть несколько видов манипуляций, которые мы можем совершать. Просто упражнения для лица, вакуумная гимнастика банками, фейс-фитнес, самомассаж. И осанка еще. Но все-таки этому надо учиться у профессионала, не самому. Безусловно, безусловно. Во-первых, люди просто не умеют чувствовать свое лицо новички. Я тоже с этим сталкивалась. Все мои ученики через это проходили, все тренеры, которых я обучала, тоже с этого начинали чувствовать себя. И, конечно, по книжкам, видео, тем более через интернет, если еще не профессионал что-то показывает, а такого очень много, кто-то посмотрел, где-то что-то увидел и тут же, значит, демонстрирует, а все повторяют. Надо сначала выяснить, что мы повторяем, как мы повторяем, потому что лицо у нас одно, и, простите, это не попа, потом ты его ничем не закроешь. Друзья, на этой философской ноте мы сделаем маленькую паузу, после которой вернемся. Точно. Дамы и господа, это телерадиоканал «Страна.ФМ». Алена Рассашинская в гостях у нас, и мы с Лизой уже с начала программы помолодели на 4,5 года. Точно. Потому что у нас специалист, который творит чудеса. У нас много вопросов. Да. Давайте опять какую-то проблему берем и будем ее искоренять. Вторые подбородки, и у мужчин и женщин есть. Что с ними делать? Значит, первая причина образования второго подбородка, которая есть практически у всех людей, это неправильная осанка и неправильная позиция головы. Я всегда говорю, сделайте эксперимент, возьмите свой телефон, включите его в режим камеры селфи, и займите наиболее удобное для себя положение. Включите камеру селфи и представьте, что вы листаете Инстаграм. И сфотографируйте себя. И вы сразу увидите не то, что подбородок, а пять подбородков, сморщенную шею, нависшие веки и вообще ужасы там самое страшное. Подумайте, кто это. Это все так делают, кто сидит с телефоном и не контролирует. Говорят, что сейчас поколение опущенных голов. Да, я сейчас еще дальше расскажу, какие-то проблемы со здоровьем возникают. С точки зрения эстетики лица и вторых подбородков, просто приучите держать экран телефона на уровне глаз, и у вас подбородок будет автоматически подтягиваться. Вы можете этот эксперимент сделать, опять же, селфи камеры. Наклоните голову и поднимите голову. Увидите, как сразу все подтягивается. Если мы говорим о синдроме текстовой шеи, это действительно уже проблема. Это поколение смартфонов, когда шея выдвигается вперед, и большие проблемы возникают у людей со здоровьем, а не то, а подбородки. На этом фоне это выглядит просто какой-то ерундой по сравнению с проблемами в шейном отделе позвоночника. Поэтому держите осанку, вытягивайтесь головой вверх, подбородок параллельен полу, и будет вам счастье. И упражнение, конечно, упражнение, мое любимое, с кулачками. Это что мы делаем? Кто нас слушает, не смотрит, голосом. А, кто нас слушает, окей, голосом. Язычком упирайтесь в верхнее небо, статики, спинка ровная, шея расслабленная, плечи опущены, кулачки под подбородок, и мягко нажимаем головой на кулачки, мягко. Все напряжение и работа мышц должна ощущаться в зоне подбородка. Ни в коем случае ни на затылке, ни на задней поверхности шеи, и не на плечах. Только в зоне под подбородком. Сколько раз? Язык на небе, да? Раз 10-20, да. И вы чувствуете работу и задержались. Чувствуем, как мышца работает, она уже нагревается, она уже устает, скорее всего. Выпрямляем спину, и красота. И опять же, с подбородками следите за тем, как вы сидите на рабочем месте. Например, за столом. Если вы скрутились, вот так, видите, что происходит? Сразу выпрямляйтесь. Поставьте зеркало на рабочем столу. У нас ответственность, у нас эфир, мы всегда красиво сидим. Да, вы профессионалы. А вот только за компьютер, и все. И пять подбородков, понимаете? Беда. А за рулем? А вот за рулем, как мы сидим. Там тоже себя снимать надо, как ты поешь. За рулем нужно, да, нужно, конечно, тоже спинку кресла удобно ставить. И очень часто за рулем эта причина, эта привычка тоже деформирует очень сильно лицо. Это называю синдром любопытной варвары. Как мы за рулем? Выдвинули шею, да? Чаще всего. А если вы посмотрите в пробке на лица водителях, вообще ужаснете. Ужаснетесь, потому что у всех губы зажаты, зубы зажаты, лица нахмуренные. Все пробивают себе дорогу. Ты понимаешь, что ты в Москве. Не даром же собачка такая с головой стоит часто на твоем столе. На следующий эфир я принесу мой любимый инструмент, который называется пробка. На тренинге я вам тоже его покажу. Пробка в пробке. Это вы берете пробку от вина, разрезаете ее, отрезаете от нее одну треть и вставляете в рот. Я потом покажу, как это делается, и, может быть, мы выложим в Инстаграме это упражнение. Пусть все пользуются с удовольствием. Это упражнение расслабляет губы, а расслабленные губы расслабляют мозги. А расслабленные губы, к тому же, убирают у вас визуально лет пять. Отлично. Отлично. Как раз вот именно пять лет нам мешает. Друзья, у нас небольшая рекламная пауза, мы скоро вернемся. Будьте странны. Девочки, занимайтесь фейс-фитнесом, и поводов для слез в вашей жизни будет гораздо меньше. Мальчики, тоже прислушайтесь к этим мудрым словам. Так, у нас много подарков, на самом деле. Алена, рассказывайте, вы нам подарили кучу разных масок. Даже мне кое-что перепало. Да, да, да. Что это такое? Это полезные всякие эффективные средства, да? Да. Я большая поклонница органической натуральной косметики. И у меня такая радостная новость произошла, что с производителем органической косметики Vigor, косметик натураль, мы запустили новую линию, которая идеально подходит для фейс-фитнеса, вакуумной гимнастики, фейс-фитнес-массажа. Я вам принесла свои самые-самые любимые маски, это то, чем я пользуюсь на протяжении уже, наверное, лет десяти. Я не изменяю этим маскам никогда. Вот то, что вы держите сейчас, это маска на основе черной икры, и на секундочку, там в составе 70% экстракта черной икры. Представляете? Там есть также масочка травяной букет, 27 трав, она дает суперлифтинговый эффект, и прямо в этой маске можно делать фейс-фитнес. Ну и другие приколы, особенно мои любимые патчи под глаза от морщин, и биоцеллезные маски для лица, которые после грима прям... То, что нужно, то, что нужно. Давайте вот, у нас финальный выход, что меня поразило. Что, оказывается, фейс-фитнес, это не только такая эстетика лица, да, это еще и твое психоэмоциональное состояние, получается так, и здоровье в целом. Да. То есть мы можем от обратного идти. Если мы делаем упражнения, мы входим в определенный такой настрой, и люди становятся позитивнее. Абсолютно верно. Вот что говорят участницы тренингов? Делятся же не только красотой, красивыми фотками. Вы знаете, среди отзывов больше всего таких отзывов. Не то, что у меня там подтянули щеки, брыли, глаза, и стало меньше морщин. Самый основной отзыв — я стала нравиться себе в зеркале. Я получаю удовольствие от того, что я себя вижу. Мне нравится мое лицо. Я перестала к себе придираться. Я балдею от своего отражения в зеркале. Потому что люди начинают улыбаться и нравятся себе. Они транслируют эту энергию вокруг себя. Таким образом они получают в ответ то же самое. Если у тебя угрюмая физиономия, ты будешь получать в ответ угрюмую физиономию от остальных. Если ты излучаешь свет, самое главное — любишь себя. Если ты себя не любишь, никто тебя не полюбит, то ты получаешь изменение реальности. Тебя люди начинают любить, к тебе по-другому относятся, на тебя по-другому реагируют. И еще такой очень интересный отзыв. Он последний год начал приходить, когда ввела класс по осознанному управлению мимикой. Это от женщин отзыв. У многих начала налаживаться личная жизнь. Да, девочки выходят замуж, находят отношения, налаживают отношения в семье, с детьми. Почему? Потому что мама начинает улыбаться. Мама is happy, everybody is happy, да? Точно. Жена начинает улыбаться. Но у мужей, правда, бывает иногда такая история, а что случилось? Не понимаю, да? Что случилось? Смотрите, а вот вы говорили даже про проблемы такие, более медицинские. Подросткам можно заниматься этим? То есть, допустим, они же все вот так, как вы показывали, сидят в компьютерах. С шеей и телефоном. Поиск-фитнес для подростков, конечно, как упражнение для лица еще не нужен. Они молодые, свежие, развиваются, все у них хорошо. Ну да, да. Но осанка, шея, как они сидят с телефоном, чтобы у них не было проблем со здоровьем, это просто must-have. На это нужно обращать внимание, чтобы они к 30 годам не превратились в горбленных старичков и старушек. Да, с проблемами в шейном отделе позвоночника. Мужчинам тоже можно ходить, да, вот на эти классы? Можно и нужно, и мы будем рады видеть мужчин всегда. Все подробности мы находим в вашем инстаграме, правильно, Алёна? Да, спасибо. И книга. Книги в книжных магазинах есть. Ну, книга, как мы поняли, все-таки хороша после уже личных консультаций, потому что так непонятно, правильно ты делаешь, неправильно ты делаешь. Книги написаны очень доступным, понятным языком. Это отличный старт, чтобы просто ознакомиться с фейс-фитнесом, начать заниматься, пробовать. В моей книге даны очень безопасные, легкие упражнения, которые каждая женщина, в принципе, может попробовать, выполнить, получить эффект. Ну, конечно, тренинг — это другое измерение. В общем, Алёна, мы вас приглашаем, уже ждём тогда, мы будем с зеркалами, с фронтальными камерами, и, наверное, проведём прям такой мастер-класс. Давайте, с удовольствием. Да, с удовольствием, так что мы ждём, когда вы будете в столице. Спасибо вам огромное, было безумно интересно. Мы будем заниматься своим телевизионным лицом. Да, мы будем молодеть буквально через какое-то время, друзья, вы нас не узнаете, и только титры подскажут, что это мы. Это мы, точно. Алёна, спасибо большое. Было очень интересно. Алёна Рассашинская была в гостях у нас сегодня, международный эксперт по фейс-фитусу. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ».